Верховная Рада Украины сегодня лишила неприкосновенности депутата Олега Царева. Его обвиняют в сепаратизме. На очереди еще три парламентария, имена которых пока не называются. Сегодня же назначена дата инаугурации избранного президента Петра Порошенко, 7 июня. На прямой связи из Киева Стас Натанзон. Стас, добрый день. Это правда, что речь идет не только о лишении иммунитета, но и о возможном аресте Царева? Да, было... Здравствуй, Марат. Сегодня в Верховной Раде было два голосования об аресте Олега Царева и о лишении его депутатской неприкосновенности. И за то и за другое депутаты проголосовали, одобрили и то и другое. Это решение пытались провести, напомню, еще на прошлом заседании, но тогда не удалось. Да и сейчас лишение о неприкосновенности прошло с перевесом всего в один голос. Если бы этого голоса не было, перенесли бы рассмотрение вопроса Олега Царева еще на одну неделю. Ну а сейчас депутаты из правящей коалиции «Быскевщина, свобода и удар» предлагают выкинуть из парламента и других депутатов от партии регионов. В частности, депутата Ефремова, который на сегодняшнем заседании заявил, что убийство мирных жителей, мирных людей в Луганске накануне – это военное преступление, и оно должно рассматриваться ГААГским трибуналом. Естественно, правящая коалиция восприняла это жестко отрицательно. Да, Стас, скажите, а как вы ради комментировали происходящее вчера и сегодня в Луганске и Славянске? Какие оценки давали? Ну вот, как я уже сказал, депутаты от партии регионов, в частности, господин Ефремов заявил, что это настоящее военное преступление, что бомбардировка центра города, где в это время не находилось никаких военных, а только мирные жители. В частности, от дел городадминистрации и самолетов. Это просто настоящее военное преступление. Из-за этого людей, которые к этому причастны, отдавали такие приказы. Необходимо судить и вообще надо как-то пересматривать весь ход военной операции на Востоке, начинать все-таки садиться за стол переговоров, по-настоящему договариваться. Вот это все предлагали депутаты от партии регионов, но они были буквально освистаны представителями правящей коалиции. В частности, спикер Верховной Рады, представитель партии Баткевщина, он, кстати, последнюю неделю нынешнюю исполняет обязанности президента, Александр Турчинов, говорит, что военная операция на Востоке должна быть проведена несмотря ни на что и ни на какие жертвы.